Привет, друзья! С вами Анапчане Максим и Наталья. Сегодня в Анапе 7 января 2020 года. Мы находимся сейчас на Пионерском проспекте Анапы в районе жилого комплекса Кавказ. И у нас сегодня, увы, нерадостная новость. На форуме Анапа Курорт.Инфо на днях написал человек о том, что, проезжая мимо вот этого отрезка Пионерского проспекта в районе ЖК Кавказ, он увидел много погибших птиц, ворон или грачей. Мы решили сегодня проверить это сообщение и увидели то, что действительно в этом районе много погибших птиц. И если вы сочтете это чем-то ненормальным, то, пожалуйста, сделайте максимальный репост этому видео. Теперь давайте посмотрим, как все это выглядит. Как раз в этом месте Пионерский проспект максимально озеленен. Здесь много сосен, вполне возможно, что тут как раз-таки и гнездовались птицы в большом количестве. Поэтому именно здесь мы и наблюдаем много их погибших тел. Да, ну, наша версия, что, скорее всего, это какая-то птичья эпидемия, которая именно распространяется на грачей, на воронов. Вот посмотрите, вот массово они погибшие лежат. Неизвестно, что с ними случилось. И вот именно вот эти птицы, вот эти черные птицы, ну, грачи или вороны, может быть, и те, и другие. То есть других видов птиц среди них не видно. Что с ними произошло, точно непонятно. То есть это не пять птиц, не шесть, а десятки. Вот по всему вот этому газону, слева и справа, там-то здесь видны погибшие птицы. Ну, вот как раз в этих густых сосновых насаждениях. Да. И вот, если чуть-чуть вот так вот зайти на газон и пройтись дальше... Тоже полно птиц. Пойдем вот так пройдем и выйдем там. В общем, мы первый раз такое видим. Может быть, в ваших районах такое происходило. Вы, пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое. Мы прямо-таки в полной растерянности. Ну, что первым приходит на ум? Какой-нибудь, может, птичий гриб? Не знаю, какая-нибудь другая эпидемия. Птичий гриб, наверное, бы не только бы этот род птиц тут бежал бы. Вот, допустим, в яхере вон на горизонте пасутся. Да, вот лесные голуби в яхере, вот они, ходят рядом, и ни одного погибшего в яхере нет. Вот видите, они взлетели. То есть они ходят, по сути, все нормально. Это именно вот на грачей и воронов черных. Но это, скорее всего, больше, здесь больше всего грачей все-таки, наверное. Ну, вот и там дальше. Там уже поменьше, но все равно есть. Вот это, получается, район выхода на пляж у ЖК «Кавказ». Ну, сейчас выход перегорожен. Ну, они там обходят, а потом здесь вот выходят, видишь, через арку. Просторный Январский Пионерский проспект. Вот, кстати, местная стая собак здесь отлеживается. И собаки этих птиц, судя по всему, не трогают. В общем, что-то странное происходит. Собачки мерзнут. Холодно сегодня. Собаки у нас тоже южные в Анапе. Мы сегодня приехали сюда из центра Анапы на маршруте номер 128 проезд 33 рубля. И вот вам интересный факт. Формально, номинально Пионерский проспект относится к городской черте. То есть он входит в состав города Анапы. Но, если, допустим, возьмем Краснодар, да, где можно на трамвае или троллейбусе объехать, ну, чуть ли не полгорода. И вот мы недавно были в Краснодаре. Кто не смотрел видео, посмотрите. Наша краснодарская. И там проезд стоит 28 рублей. То есть независимо от того, там вам нужно три остановки проехать или проехать несколько километров по городу. То есть можно час ехать на трамвае. И это все будет 28 рублей. Вот в Анапе не так. В Анапе по городу проезд стоит, значит, 21 рубль. На одних маршрутах, на двухзначных, на трехзначных маршрутах проезд стоит 23 рубля. Но как только дело доходит до выезда на Пионерский проспект, сразу цена проезда увеличивается. Ну, собственно, и инфраструктура на Пионерском проспекте, она уже не напоминает городскую. Она напоминает такую какую-то особенную инфраструктуру вот именно курортных, сезонных районов, межсезонья, в которых всякий движняк почти прекращается, скажем так. Так, сейчас у нас первый час дня уже, и температура воздуха сегодня составляет около плюс 4 градусов. Но опять же, температура плюс 4, но относительная влажность воздуха повышенная и ощущается, наверное, где-то как ноль или даже как минусовая температура, скажем, минус 1 или минус 2. Еще один интересный факт, который я заметил на днях. Вот, допустим, 4 января я снимал погодный репортаж в Малой Бухте. Там люди купались, несколько человек. Было солнечно. Я измерил температуру воздуха плюс 11 градусов. При этом я был в легкой куртке, конечно же, без шапки. То есть все нормально было. И вот 5 января мы поехали в Новороссийск. Было пасмурно, зябко. Измерили температуру воздуха на Новороссийской набережной. Тоже плюс 11. Но вот, несмотря на то, что в двух случаях, в обоих случаях температура воздуха была одинакова, показывалось, ощущения при этой температуре совсем разные были. Отличаясь, наверное, где-то градусов на 10. Вот что значит солнце решает. Да, Наташка? Да, ну и уровень относительно влажности воздуха. Да. Вот мы уже зашли на территорию знаменитых анапских песчаных дюн. Как здесь спокойно, да? Да, тишина. В межсезонье. Хорошо, что еще сегодня сильного ветра нет. Тоб, наверное, вообще было бы ай-яй-яй. Передвигались бы бегом, как ты недавно вспоминала. Бывали случаи прогулок у моря у нас с Максимом. Было настолько холодно, что приходилось на скоростях гулять. Да. Вы, конечно, не думаете, что мы там вообще не способны переносить беносовую температуру воздуха. Что, у нас иногда в Анапе бывает и минус 10 градусов, минус 15, минус 20 в Анапе все реже и реже бывает. И, конечно же, при такой температуре воздуха мы тоже выходим по делам. Конечно, уже не разгуляешься, да, по температуре воздуха минус 15. Ну, хорошо, что ветра нет. Да. Дает людям погулять у моря. Особенно южанам. А какой пляж просторный, смотрите, а? Дайку сюда надо привезти. Да. Хотя ей, конечно же, важен не простор пляжей, а наличие большого количества кустов. Да. Что значительно важнее для Таски. Море сегодня достаточно спокойное. Такого красивого, благородного цвета, который обычно бывает в пасмурную погоду. На небе облачность, тучи в массовом количестве сегодня обещают в Анапе. Опять дождик синоптики. А, конечно же, сегодня похолодало в Анапе. Еще вчера температура воздуха была выше, и вчера в течение всего дня ощущалось, что температура воздуха постепенно снижается в Анапе. и прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещают, что в Анапе, прогнозируют, что в Анапе будет порядка плюс двух, плюс трех, плюс пяти градусов днем. И все дни, ближайшие 10 дней будут пасмурные, и некоторые дни будет дождь. А снег будет? Ну, скажи мне, снег будет? Там, где я смотрел, там снега не прогнозировалось. Ну, какое все-таки море классное. Вот, подошли, и море сразу легкими накатами приветствует нас, говорит, привет, как дела, что купаться будете? Или подождете лето, как обычно? Местные жители в своем большинстве успевают накупаться летом, даже не весной, не осенью, наверное, летом. Когда и температура воздуха, и температура воды оптимальные для купания. Ну, вот я хочу заметить, что, мне кажется, купание в море для местных, купание в море для людей, которые приезжают на отдых в Анапу, по-разному воспринимается. Вот мы живем же здесь, да? Мы всегда можем покупаться. То есть, у нас нет вот этого ощущения, а вдруг не получится. Ну, почему не получится? Лето наступит, вода станет теплее, мы будем купаться. А люди, которые раз от раза приезжают на отдых, и у них может что-то не срастись, что-то не получится, может погода не быть комфортной в дни их приезда. Вот. Они поэтому относятся, как это, ответственнее, наверное, к купанию в море, чтобы получилось. Ну, допустим, люди, которые приезжают уже в конце мая, ну, а что, допустим, путевки выдали, да, частичные компенсации какие-нибудь социальные, либо, действительно, путевки вот в мае это дешевле, чем, скажем, в июне, но приезжают, ну, вода прохладная, ну, а что, заходят, купаются, потом пишут, допустим, такие комментарии, типа, а что, у нас летом такая вода, откуда мы приехали, да, там, в речке, например, потом мы купаемся в море, типа, и все нормально. Ну, да, то есть, вот, можно сказать, что ценность купания в море для приезжих людей выше, чем для местных. Да, но... Потому что для нас это обычное дело, море всегда рядом, под боком. Ага, обычное дело, ну, что, пойдем сегодня на море? Нет, зачем? Ну, это, допустим, середина июля, да, диалог местных, что, пойдем на море? Нет, зачем? Мы же все предыдущие 10 дней ходили на море, давайте прерыв сегодня сделаем. Вот так многие местные рассуждают. Ну, а кто-то из местных так занят летом, что, конечно же... Ну, да, ты сейчас сказал, там, 10 дней подряд ходил на море, я так думаю, кто это такого из местных так делает летом? Ну, местные, допустим, пенсионеры, местные рантье, у которых заработок более-менее такой пассивный, не требующий активных действий. Вот, кстати, вот прям такие вот сильно местные пенсионеры, мне кажется, тоже пренебрегают вот этим местом жительства у моря и, я думаю, редко ходят. Ну, вот редкие пенсионеры местные ходят на море, а те пенсионеры, которые часто ходят, можно предположить, что это пенсионеры, недавно переехавшие в Анапу на ПМЖ. Да. Ну, а что? Допустим, те люди, которые живут в Анапе и не посещают пляж регулярно, они все равно получают бонусы от анапского климата, от морского воздуха. Они, допустим, откроют форточку именно вот достаточно дышать свежим морским воздухом. Вот, здесь тоже набросало много что водорослей после штормов недавних. водорослей. И причем вот сейчас в межсезонье водоросли и на песчаных пляжах Анапы, и на гаечных они, в принципе, похожи. Вот эти буруи водоросли. И кто-то вот в комментариях в предыдущем видео, где я показывал в частности водоросли в Малой Бухте, пишет, о, как много водорослей, ай-яй-яй, как же так? Говорили, только летом они бывают. Ну, это естественное явление. Море это живой макроорганизм, скажем так, да? И то, что в аксистеме моря все более-менее в порядке, это как раз-таки показывает бросаемый на берег водоросли. Если бы водоросли в результате штормов не выбрасывалось, вот это бы уже бы озадачивало бы. Да, где, собственно, флора морская, да? Куда она делась? Смотри, какой пик барханный. В Черном море же есть и планктон, так называемые вот эти микроорганизмы, которые живут в водорослях. Красивые аннабские барханчики, юные. Можно так ходить и любоваться. Но вот мы вышли и благо погода позволяет. Если хотя бы так немного идти, не стоять на одном месте, то в принципе холодно не будет. Главное одеться соответствующе. Вот мы как раз сегодня оделись максимально тепло для нас. Ну, не максимально. Ну, так скажем, куртки у нас максимально теплые. Там, конечно, под куртку можно еще несколько слоев надеть. все-таки еще не минус макс, чтобы максимально тепло сегодня одеться. Да, вот у нас есть одежда, которую мы одеваем при минусовой температуре. То есть, куртки выглядят так же. Мы одеваем теплые шерстные свитера. Мы их называем супершерсть между собой. Вот сегодня мы их не одели. еще есть куда одеваться, когда придет минус. Так что вы не думайте, что мы тут плюс четырех вот так вот, как на северный полюс. Но ты же сам говорил, что несмотря на то, что плюс четыре ощущается намного холоднее. Да, но ощущается как реальная минусовая температура. В общем, куртки нужны непромокаемые, непродуваемые. Хорошо так с капюшонами, чтобы они закрывали загривок, Вот мы наглядно показываем. Да, чтобы они были ниже по бедро. Ниже пояса. Да, ниже пояса, чтобы ничего не поддувало, не задувало. Вот. Так что будете в Анапе зимой, учтите. Да, то, что, допустим, если вы по городу ходите, то можно более-менее одеться легче. А если вы к морю уходите, нужно потеплее одеться. Хотя бы один цыпперок надеть. Лайфхак от местных. Ну, что, друзья, вот мы и посмотрели, какая погода сегодня в Анапе 7 января 2020 года. Ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии, делитесь видео, в социальных сетях с вашими родственниками. Подписывайтесь на наш канал. Желаем вам успехов в новом году, во всех ваших добрых делах. Желаю вам продолжать придерживаться здорового образа жизни. Кто не начинал начать все-таки придерживаться здорового образа жизни, с вами были на общение Максима, Наталья. До новых встреч. Пока. Все-таки ровно. Все-таки все-таки Субтитры сделал DimaTorzok